В субботу 3 марта в читальном зале Нарвской центральной библиотеки состоялось открытие выставки продажи книг духовно-нравственного содержания «Не в силе Бог, а в правде». На выставке представлены книги более 50 наименований. Подборка сделана отцом Виталием, настоятелем храма Нарвской иконы Божьей Матери. Открытие выставки посвящено празднику торжества православия. Когда многие традиции, которыми жил раньше человек, ушли из нашей жизни, и поэтому церковь имеет в наше время такую возможность и пожелание, что те люди, которые еще не нашли дороги ко храму, чтобы была предоставлена возможность здесь, в городской библиотеке, для читателей приобретать все необходимые и знания, и читать такую литературу, которая помогает вот эту дорогу к храму найти. На открытии выставки присутствовали руководитель отдела образования и катехизации Нарвской и Причудской епархии Иерей Андрей Васильев и заместитель председателя городского собрания Нарвы Лариса Оленина. Нарвитяне, кто в течение двух недель сюда будет приходить, в библиотеку, в читальный зал, могли бы полистать книги полезные для них, в которых много не просто ценных мыслей, а именно есть то, чего сегодня не хватает многим людям, есть вот те духовные ориентиры, по которым бы хорошо, если бы жила бы каждая семья, каждый человек, тогда, наверное, все было бы иначе и в нашей стране, и в нашем обществе, и в каждом доме, в котором это происходит. После торжественного открытия пресс-служба Нарвской и Причудской епархии и телеканал ТБН «Балтия» смогли побеседовать с благочином Нарвской и Причудской епархии протеереем Виталием Гавриловым. У нас при храме есть попечистский совет, и мы каждый год планируем разные мероприятия. Так и в конце прошлого года мы решили, что в этом году откроем именно такого характера мероприятия. И когда шла подготовка, то я приходил в библиотеку, и мне сказали о том, что читатели, которые приходят сюда, у них большой интерес вызывает духовного характера литературы. И поэтому я думаю, что это первый шаг. Любой шаг его очень трудно делать, и нам в том числе. Я думаю, что со временем там встанет какой-то традицией, в канун праздника Торжества Православия, открывать в библиотеке новые книги, которых сейчас в достаточном количестве издается в Русской Простовом Церкви. Книги разные, но все они предлагают читателю подумать о смысле жизни и о вечных ценностях, помогают ответить на трудные вопросы, преодолеть комплексы и по-другому взглянуть на происходящее в семье и в обществе. В православных книгах всегда кроются неисчерпаемые глубина и смысл. Например, на выставке вниманию была представлена книга с необычным названием «Не святые, святые». Автор – архимандрит Тихон. Это та книга, которая приоткрывает нам взгляд в то время, когда о церкви было как-то не принято открыто говорить, когда люди, которые верили в Бога, они считались отсталыми, слабыми. А вот эта книга, она как раз показывает о том, что люди и в тесненных условиях, которые ищут Бога, всегда его могут найти. И вот это вот такая, мне кажется, главная книга, которая, наверное, ее можно читать и людям, которые ходят в храм, и те, которые в храм не ходят. Она для каждого будет по-своему интересна. Также я хотел представить книгу «Восемь дней на Афоне». Это книга, которая дает возможность не просто обогрузиться в атмосферу, в духовную атмосферу этого монастыря, этого места, но и, конечно, ожидать возможность тем, кто когда-то уже ездил в паломничество, еще когда кто-то поедет, может быть, понять, как важно к любой паломнической поездке готовиться, и как важно потом сохранять то, что человек получил в этой поездке. Эта выставка рассчитана на разных людей, на разный статус людей. Я думаю, что все, кто приходит в этот читальный зал и любит читать, они для себя найдут то, что, может быть, они в своей жизни еще не читали. Задумана выставка так, что кто бы ни подошел к полке, взрослый или ребенок, родитель или учитель, каждый найдет для себя то, что будет полезно прочитать и узнать, а затем и приобрести в личное пользование. Выставка будет работать до 17 марта.